На носки ничего. Носки. Шоколадки, носки в банке. Итак, друзья, 23 февраля – важное время, когда закладывается фундамент подарков на 8 марта. Давайте узнаем, что получают в дар мужчины и какая вендетта ждет женщин. Что вы обычно получаете в подарок на 23 февраля? Наверное, пена и носки. Ага, по классике. Да. А что дарить на 8 марта? Телефоны, телефоны, яблочки. Вот о чем я говорю. Как вы можете объяснить тенденцию, что ребята получают на 23 носки и пену для бритья, а девочки – правда хорошие подарки? Мне кажется, с немного неравноправием в этом плане. Мужчинам принято чаще платить и больше, так сказать, тратить денег. Как так получилось? Не знаю, у кого как. Я даже не знаю, это и от финансовых возможностей зависит. Тоже, может, женщина, как правило, меньше зарабатывает, чем мужчина, поэтому они подарки скромнее могут подарить. Я думаю, что просто на протяжении времени, до получения подарка, они говорят, что они хотят. А мы молчим. Почему вы молчите? Скромность. Что ваш мужчина получит на 23 февраля в подарок? Отвернись. Парингет. Зерк парингет. О, да, она очень вкусная. Очень. Да, здорово. А что бы вы хотели получить в подарок на 8 марта? Много чего. Нижнее белье, камеру в Соне, видео. Ну, мне нужна по работе. Да. Тысяча за 3 доллара. Не факт, что я на 8 это получу. А как вы можете объяснить такую тенденцию, что, ну вот хорошо, вы вот исключение получаете в туалетную воду, а девчонки всегда получают классные подарки. Более того, если они их не получают, они еще и обижаются. Наверное, мы девчонок сильнее любим просто. К ним нужно так подходить, а, ну, мужчины, они, может, так немного обидятся, а женщины... Все будет серьезно, если они обидятся. Так что нужно их любить и уважать. Носки, трусы. А дарите своей женщине на 8 марта? Носки, трусы. Ну, естественно, женские получают трусы. И носки. Прекрасно. Это уже не может не радовать. Носки, трусы 100%. Ищу что-то дополнительное. А что вы обычно получаете в подарок от него на 8? Золотые браслеты, кольца. Вот. Как интересно получается. А вы считаете, что это справедливо? Почему ребята получают, ну, так себе подарки, а мы получаем классные? Как так получилось? Ну, потому что мы о них каждый день заботимся. Готовим, убираем, стираем, удовлетворяем. Пускай они нас удовлетворяют. Хоть какими-то подарочками хорошими. Я, например, не представляю, если бы мне, ну, моя жена подарила айфон. Я бы себя чувствовал, ну, не очень. Ну, я считаю, подарки должны не по цене больше быть, а, ну, чтобы от души шли больше, да, более нужные такие вещи. В мелочах же счастья, а не в больших вещах каких-то, в телефонах и так далее. А что обычно дарите девушкам на 8 марта? Ну, девушкам как бы с этим не надо дарить, ну, не знаю, кольцо тоже можно, чтобы праздник все-таки. На 8 марта по-разному букетики, ческейки-то купить. 8 марта, это же международный женский день, 23 февраля, ну, День защитника Отечества, ну, сомнительно, в общем. Девушки заслужили. А ребята? Денька у тебя будет самый лучший подарок. Женщина более достойна поощрений, желаний, дай любви, чем мужчины. Ну, внимание, прежде всего. Наверное, я думаю, так. Как так сложилось и справедливо ли это? Вы как думаете? Ну, мое субъективное мнение, что оно как бы, ну, почему нет? Меня все устраивает. Если мы так делаем, значит, нас тоже это устраивает, да? Девушки достойны большего, чем мужчины, они нас оберегают. Кто кого защищает еще? Их вдохновляют женщины, потому что они красивые, прекрасные, любимые. А мужчины это чувствуют, ценят, видят в них, поэтому соответствующие подарки. Современные девушки, те, которые любят своих мужчин, они стараются как-то преподносить более интересный подарок, чем просто подарить... На отстань. Да, на отстань. А как вы можете объяснить такую тенденцию, да? Почему ребята получают, первое, для бритья и носки, а девчонки классные подарки? Ну, потому что это девчонки, их всегда нужно удивлять. А мужчинам можно и носки. А это справедливо? Я считаю, что справедливо. С днем защитника Отечества. Вот такие ответы мы получили. Оставляйте комментарии, что бы вы хотели получить в дар на 23 февраля и что сами подарите на 8 марта. Меня зовут Яна Таран, онлайнер. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok